ПЕСНЯ 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 Добрый день, дорогие друзья! Нам очень приятно видеть вас в читании в зале Центральной районной библиотеки имени Бориса Евгеньевича Кравченко. На творческом вечере Алексея Крапенко «Кругу моих героев». И помогли нам открыть этот вечер лауреат всероссийских и международных конкурсов вокалистов, заслуженной работник культуры Республики Кореи Татьяна Кириленко и концентр-мейстер, лауреат международного конкурса, заслуженной работник культуры Республики Кореи Галина Кирсова. Неуловимое вдохновение, лишь долгий труд и мастерство дарует чудное мгновение, дарует радость, торжество. Совсем недавно, 30 октября, Алексею Степановичу исполнился замечательный юбилей в 75 лет. Я думаю, мы подарим ему аплодисменты. Все мы хорошо знаем Алексея Степановича. Он является членом Союза журналистов России, лауреат знака «Лучшие люди России». В 2013 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Кондопадель». Неоднократно был признан лучшим автором заслужения вопросов экологии, охраны природы. Назрожден многими дипломами, грамотами от Кондопожского района, Республики Кореи, Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Но этот список можно продолжать до бесконечности. Кажется, мы все знаем об этом человеке. Мы бывали на его вечерах, вели на него фотовыставки. Но все ли мы знаем? Давайте заглянем в семейный альбом. Если было возможно, то я не вернулся до дороги, как все, кто нас возил, а оказался на крыльхоземеем. Но никогда ни разу об этом не переживем. Никогда. Потому что природа сама, видите, настолько все привлекательны, очаровательны, прекрасны, что до сих пор чувствуют у меня ничего не было. И я до сих пор с удовольствием посещаю его леса, путешествую, долго занимался в то время зимней рыбалке, буржевал, завалял в клуб «Белый телег» и познакомился со многими людьми здесь. Многие, кто был моими герой ночи, они остались до сих пор в другом соборе. Здесь многие из них присутствуют. Как, например, обладает Сащека Теллер. Интересная история знакомства с Владимиром Угановым, директором художественского. Мы решили вместе понезли по Сандалу. Он снял, работа писал, я фото расширил и сделал совместную выступку. И когда однажды приехали на Лучский остров, там на Краске мы поджигались реконструкции. Ну и подговорили с Тимировым, как вы здесь живете, как вам продукты. Нормально, мы ездим туда, беру хор, и там без фермица. Я заинтересовался, как фермица, на фермика, в Болидор. И когда-то я поехал, на лодку и познакомился. Это уже было, не надо, и здесь больше дара. Так что мы поры бы с ней играли. Идем с Лунитором в Болисе, вместо встречи у Кондорова, делая в нем практически один из поседних материалов здесь, когда он строил дома возле ледового борта. И вторая фермика делал, портрет на выставке был. Мы тоже здесь присутствуем. Практически оказывали, где кто здесь, или я так или иначе, или написал, или репортажи, или консподенции, или информацию. Поэтому я считаю себя счастливым человеком. Потому что то, что задумывалось, практически удалось многое сделать. А после школы я пробовал поступить в медицинский институт на миссионарное отделение. Ну, поскольку чувство было любви, наседателя родного животных, и его это склоняло. Но знания получил, что у меня не хватило. Я ушел в Вальнюю. И вот в Вальнюю, когда я впервые, где мы там сделали первую заметку, в Вальнюю школу, я еще тоже не думал, был бы или нет. А потом уже в этой моей службе как-то появилось желание мне писать. И я после этого уже, ну, свой миссию. Не сразу учился, учился в медицинской институте, вот, в медицинской институте. А когда Беломорск приеду, там места не было в школе, мне пригласили ответственные шкальтериумы. Так вот, с той поры с 67-го года я в журналистике, пишу до сегодня. Материал в газету, задание получаю. Вот, если бы газета был вклад в последний номер мое писло, я новое заявление получил, написали Бабу Шакова, в свое время не смог прийти, его репархия в Санкт-Петербург. Но он уже поручил мне, ну, попросил, где я не получил, сделать материал в Ишпинской церкви. Может быть, кто следил за моим прошлым, в свое время написал большой материал, Ишпинская церковь, не пизанскую большую, с вопросом. А сейчас предстоит вопрос, ее собраться, и не очень сложно, что ее хотят разбросать и увезти. А это чрезвычайно потому, что это будет новотел, места нет, и другие параметры считаются. То есть, предлагаю свою журналистку, если сегодня. Ишпинская церковь, я бы хотел все-таки много о Корректе рассказать. И почему мне доверить? Я кажется, недавно сама пришла в газету, а уже 30 лет отработано. Очень многие годы мы отработали месяц Алексей Ивановича в месяц. И даже посидели, например, не один десяток лет в одном кабинете. И самое интересное, что за все эти годы, хотя бы были такие трудные, деленосые, это были самые жаркие политические споры, много всяких конфликтных ситуаций, мы с Алексеем Степановичем не треялись ни разу не поссориться. Так что нас можно в космос и не ссориться. Хотя, по знакомому зодиатру, такие знаки, вы только Алья Козерук, Алексей Степанович, Скорпион, то есть он как бы люди национальные, но не поссорились ни разу. Вот я когда готовилась к выступлению, я думала, почему он не разу не поссорились. Споры были творческие, взгляды бывало не совпадали, не поссорились. Почему? Потому что Алексей Степанович, он от рождения, наверное, перейдет от семьи очень интеллигентный, наследственный человек. Причем по-доброму, так по-интеллигентному, он относится вообще к каждому, наверное, каждый это ощутил на себе. Поэтому спорта у нас не было никогда по этому поводу. Вообще, мне кажется, что Алексей Степанович Старпенко, он столько лет отработал в газете, что это эпоха подорожной журналистики, я так думаю. И когда я пришла сюда молодая, он был уже таким известным мэтром. Но никогда не было какой-то специй, верховенского. Нет, он всегда был этого помочь и помогал. И вообще, мне кажется, что Алексей Степанович, типичный представитель профессии журналиста. Почему? Потому что вы сами все знаете, мне вам рассказывать о том, насколько это увлеченный человек. Вот я считаю, что журналист – это человек, который может в душе всегда ребенок. Который всегда способен удивиться, восхититься прекрасными людьми, которые у нас живут, восхититься природой. И вот Алексей Степанович, это есть всегда, он человек очень увлеченный. Мы знаем, что он очень увлеченный природой и очень увлеченный. Всегда дадут все силы своих друзей на их защиту, поэтому он много лет возглавляет своих зеленых сандал. Это раз. А второе – свою любовь к природе. Он бородал всегда фотография. Это два. Кроме того, как моржевание, клубки, тюрень – это тоже попытка природы раствориться в земле. Это тоже у меня всегда присутствует. И человек, которого всегда восхищалось все красиво и прекрасно. Вот, наверное, пожалуй, из всех мужчин, которые у нас работали в редакции «Новой фонд», только Алексей Степанович мог привезти из дачи в каждый кабинет и каждой даме, вручить веточку сирени, чтобы мы как бы украсили свой быт и антураж. А на Новый год обязательно подарить веточку со своими. Это так приятно, что у нас такие стоили запахи, ароматы, благодаря Алексею Степановичу в первую очередь. Он всегда, страстный дачник, тоже все знаете, может провести утридную экскурсию по своему дачному участку. Я помню, что когда однажды мы в семье заехали к нему, мы возвращались, не только напомнены знаниями про все растения, которые они там росли, и про все виды, но у нас наша машина пропавла запах, он нам с собой целый огромный букет добавил. И мяты, и милиции, и всего. Мне бы упала квартира, а потом еще три дня и стояли букеты вообще во всей комнате их квартиры. Он очень любит прекрасное, очень любит людей искусства и истинно не заставляет себя. Поэтому среди его людей, его друзей, всегда так много людей искусства. Вот у нас еще общее, что у нас с людьми, Сергей Павлович, это то, что мы страшно любим путешествовать. Вот он за студенчество и я тоже. И знаете, как приятно с ним делиться рассказами, где ты побывал, потому что у него всегда в глазах неподдельный интерес, куча вопросов, хочется поделиться. И сейчас, где вот он отличался, 85-летний Евгений? Где? В Тунисе, в Африку махнул. То есть вот человеку не сидится на месте, он сидит везде, в полете, всегда. Я даже когда за ним наблюдаю, как он идет, согнувшись вперед, никого не видя, походкой широкой. В последнее время появилась с палочкой, но там про палочку забывают, палочками взлетят. И все, Степанович, Кирилл, у него всегда куча дел. И еще хочу сказать, что везде у нас, вот даже то, что Вече в Солнечном называется кругом друзей, это как раз говорит о том, что друзей у него очень много, он их очень ценит. И они ценят, наверное, вот у него такой вот непосредственность, открытость, душевность, готовность восхититься и всегда помочь. Причем помочь всегда. Например, вот когда заболел Валентин Ука, Алексей Степанович всегда же и ходил, и навещал, и переживал по поводу того, куда, где награды, медали, что. Заболел Василий Хакеевич, лег на операцию, Алексей Степанович, бегал к нему домой, знал, как прошла операция, где-то все. Человек-то очень тревожный, который переживает за всех, за коллеги, за меня, всегда спросил, как на личном фонде. Поэтому и люди, наверное, сегодня был на зале народа, он тоже открытый, готовы с ним встречаться. Но еще бы я, конечно, хотела сказать, я не вижу Мину Васильевну. Есть, есть. Плохой же. Миня Плохой, спряталась. Здесь, здесь. Да, Мину Васильевна. Спряталась. То есть это, что самые большие друзья Алексея Степановича, все-таки это его очень важно. Он всегда гордится детьми, внуками, женой, а Нина Васильевна это особая песня, потому что с таким человеком, с таким кругом интересов, как Алексей Степанович, жить, наверное, жене не совсем просто, потому что у него куча дел, и не всегда, наверное, хватало на дом его, потому что его так распирало. Но Нина Васильевна женщина очень мудрая, мудрая, которая разрешала все вот эти увлечения, то, что разрешала, поощряла. Потому что Алексей Степанович мог так заработиться с меня, его даже в отпуск не было трудно выйдут, потому что уже и отпуск, уже ехать надо. Он сидит, сдает материал, причем сидит, как всегда, уже всегда за компьютером, вон, волосы дыбом, сюда направлен, и она уже звонит. Мария, ну, где Алексей? Я говорю, сидит, сдает текст. Она, Ганиши, скоро поезд, вещи собирает. Гани, очень трудно было, как Алексей Степанович. Ребята, все увлеченные, влюбленные журналисты. А вообще, недавно показывали фильм «Страсть такая, недемная», да? Таинственная «Страсть». Таинственная «Страсть», да. Вот я когда смотрела этот фильм, понимаете, у них ведь тоже на рассвет 60-ти, они же тоже 60-ти, юность пришлась вот на эту пару. Я когда смотрела этот фильм, там тоже пара была, вот Андрей Вендесянский и Зоя Багуславская. Зоя Багуславская не всегда напоминала милосердно. Ну вот, поэтому, вот, я все время смотрела на Митка, на Андрея Вендесянского, на Зоя Багуславского, вспоминала о вас. Поэтому поздравляем. Там держали дальше, заходите к нам почаще. Я хочу сказать, что не только вот он искусством интересовался, что он же и в суды ходил, он же человек как вот национальный такой, готов всегда защищать свою точку зрения, человек интересный, приятный был работой. Но дело в том, что мы не когда-нибудь оставались, мы всегда на связи, всегда в окно-напсульстве, на всех проблемах, всегда созвонимся, всегда на связи и думаем, что всегда это осталось. Еще раз поздравляю от нашего коллектива ваших коллективов. Когда в чем-то смотрелся интересов, хотя я мало смотрелся, практически, по-моему, тут ничего, но мне повезло, разбили, значит, окончалась, в празднике мы же проходили в Лужниках, собирались тысячи людей. И Севтушенко встречался, сидел на доме, съеду общественников, в кинотеатре России и розысков, слушая, когда он в 3-20 приезжал, когда он учился в этой боевом стане. И вспомнил, что и Севтушенко, естественно, здесь, а тоже кто-то есть. И со многим, со многим людей. Да, все время было прекрасно. А мы остаемся на нашем. И меня в этом человеке всегда поражало то, что в любую погоду, с любым настроением, что бы у него не происходило со здоровьем, что бы у него не было там за плечами каких-то тягацей, да, он всегда за культуру борьем душой, всегда ехал с нами в любую погоду на все концерты. Он всегда восторгался, всегда поддерживал, даже если у нас что-то не получалось, он все равно был всегда в восторге от наших выступлений и писал очень красивые статьи, заметки. Но сейчас он балуется немножко этим, он нас не забывает и поддерживает также через прессу, за что вам большое и огромное спасибо. Я думаю, от лица всех, кто с вами когда-то встречался, кто бы это написали, она от нас, от группы по культуре. Да, очень много сказала Марина Алексея Степановича, что на самом деле все качества, я просто не буду их перечислять, это еще одно подтверждение от меня, что вы действительно такой замечательный человек. И то, что вы любите культуру, и я никак не могу к вам попасть на дачу, но я думаю, что сейчас я вам подарю вот этого заказанного гоника, который обязательно приведет меня к вам на дачу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok выставки, которые прошли в ЗАГУ, они всегда были слышны с первым. И сколько за год, столько было извести память, чтобы всё это организовать, всё это сделать. И насколько у него много желания доставить до людей. И поэтому, я вас благодаря, спасибо вам за все те встречи, которые у нас были. Вот одна из них есть. Я очень рада, что я вхожу в честную вашу любовь. Сегодня так вам стали встречать. Очень хорошо. Еще раз поздравляю вас. Счастья в дороге. Вы у нас не просто журналист, а еще фотограф вы отменный. В нашей жизни документалист. Пятьдесят лет с фотоаппаратом, с шестьсотами, с шестьсотами. моря ярких встреч. А секрет успеха в чем запрятан? В том, что вы смогли для нас сберечь. Вам посвело мастерство портрета. Чтоб сказать, не дарить его постой, Получился истинным поэтом, пиктор Свет Матвеевич Простой. И никто со мной не спорит даже. В водопадке ваш. Какая мощь? Ну и выходит, калифейка и надо. Если надо, снимите идущь. Надо стройку. Вот он город, вырос. Вот пустынки, динь, бой и дух. Деревца, посаженные на вырых. А воцпеть готовы вами струк. Так держать. Еще не спет от песня. Пропускайте все через себя. И шелевр, шелевр, интересный. Создавительный для нас беда. Мы тут уже говорили такую одну черту – любовь к спорту. И я оттуда мне обошел его. В кругах спортивных вы известны. Боец от Бога, если честно. Вы морж, бегул, тунист бывалый. Вам вспомнить есть, о чем немало. Ребак-победик – просто ад. И с вами будет на мастер-класс. Один раз в пылье на нырях. Тут и на бот. Чуть-чуть поближе. Такое можно не забыть. Чуть не замерзли в аппетитах. В аппетитах. А праздник севера порога. Внутри какой-то пыль найдет. Когда пожаре тут как тут. Победно к финишу берут. Спасибо за станцию и финиш вашей. Всегда быть в команде. Ну что мы раскрашиваем. И дети, и внуки пусть с вами гордятся. Поделим людям. Еще беспорядки. Песня. 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 Я чую твой голос, слышу вновь, И еле так тогда, а там скоро пяти слухи, Чтоб не одна вся жизнь, чтоб не одна любовь, Чтоб не обид судьбы и сердце жучей воды, А жизнь не оконца, И в цели верой, какой-то верой, Терзающие слухи, Тебя любить, обнять и плакать над тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ...проходит удивительно теплые, открытые обстановки. Это не случайно, потому что он сам человек очень открытый и искренний. Если уж он радуется, то от души. Если сердится, то тоже от души. Но никогда не переходит в ту грань, чтобы кого-то обидеть или унизить, потому что, да, интеллигентность у него в душе. Я уже написала ему в контакте, чтобы я счастлива быть среди его друзей. И я счастлива быть среди вас, дорогие друзья, потому что вы тоже его друзья. И мне очень тепло на душе, когда говорят о вас такие теплые слова. Действительно Алексей Степанович во многих граних себя проявил и еще проявит, несомненно. И вот это был один из первых людей, который пришел, когда мы создавали Совет Некорительственных Организаций после событий 2006 года. Всего несколько людей. И мы стали думать, а что же, как же нам быть, как собраться, как работать дальше. И его идея, его подход, его вдохновение, ему всегда поражало то, что он готов помочь в любой ситуации. Алексей Степанович был одним из самых активных попутчиков, когда мы проводили когда-то, когда я работала в отделе образования, проявительские конференции. Вот или несколько у нас здесь, она подтвердит, что полный автобус детей, и едет Герус Яковлевич, едет Алексей Степанович, почти стоя, или почти где-то там на самом заднем сидении с фотоаппаратом. И все наши проявительские конференции давали такие результаты, что ребята потом становились победителями республики, и кормы погустали уже бояться. Алексей Степанович действительно человек многогранный и творческий. И я вспоминаю, что когда только создался академический хор, и у нас был только женский состав, мы поставили первую оперу, экологическую. Называлась она «Что-то там, чтобы спасти природу и экологию». И кузнечиком была Галина Ивановна Кокорина в опере, а лягушкой, которая съела кузнеца, была Татьяна Николаевна. Ну, с первого филея. Правда, помните вот эти вот удивительные экологические фестивали, ребят, мне сам я. Вера Алексеевна Васильева аккомпанировала. Это был удивительный спектакль. Так что это уже стоит. И так приятно, что сегодня ощущаешь вот эту связь, что все люди, которые говорят о нем, я чувствую их, и я очень счастлива быть среди вас. Хочу сказать, что наша дружба продолжается. Я хочу поблагодарить еще отдельно Нину Васильевну вас за то, что вы тоже были даже секретарем Совета неправительственных организаций и писали протоколы, потому что было совершенно некогда. И еще вот за что. Я редко пишу и говорю о нашем обществе дружбы, которому в феврале 2017 года исполнилось 20 лет. Но Алексей Степанович писал о нас. И он был одним из первых, кто освещал деятельность этой общественной организации. Мы создали в нашем районе более, реализовали более 150 проектах в школах, поселках и так далее. Не буду об этом говорить. Но приносив фотографии, документировал именно Алексей Степанович. И поэтому вам огромный привет из Швейцарии, от наших друзей мы по-прежнему дружим. Ну а поскольку, завершая свое такое выступление, уже много было сказано, поскольку действительно я тоже очень люблю цветы, природу и проезжаю мимо вашей дачи, то та сирень, которую вы мне подарили, является символом Ярославской области. Я оттуда из Ярославля. И я не могла купить что-то другое. Я дарю вам природу. Они не во всеми эти цветы. Спасибо вам, что вы есть. Я вас люблю. И я счастлива быть с вами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ